Добрый день, меня зовут Данила Загайнов, я член сообщества PINUX STEAM и вместе с моим наставником Гошей Крячей мы расскажем про проблему питон-3 зависимости в CISIFUS. Ну собственно с чего все началось? Как вы знаете, в прошедшем, позапрошлом апреле, состоялся релиз питон-3.10, в котором упразднили модули парсер и символ. И это вызвало следующую проблему, то что в пакете под названием rpm build питон-3, который используется для сборки пакетов с питон-3, был компонент под названием питон-3 regpy, который больше не мог работать, поскольку он использовал модули парсер и символ. Ну и соответственно нужно было переделать. Как работал предыдущий питон-3 regpy? Он с помощью парсера брал и рекурсивно распарсивал текст до упора или до нахождения нужного символа, ну и затем собственно выплевывал зависимости. Мы взяли и стали использовать модуль IST и соответственно мы уже проходим по IST дереву и по ходу мы цепляем всякие соответствующие ноды в духе import, import from и подобные им. Но соответственно мы взяли нашли все необходимые нам зависимости в нашем нашей программе, которая нам пришла. Но возникает следующая проблема, то что вообще-то в пакете, а вернее в тех файлов, которые нам пришли, есть еще и какие-то самопровайцы, которые элементы пакета могут импортировать. Ну и в таком случае естественно нужно профильтровать зависимости через эти провайцы. Ну и как мы будем это делать? В самой простой исходной схеме, если нам приходит на вход путь содержащий A, B.py, то в этом случае мы положим в провайцы только B. Если нам приходит A.init.py, то в этом случае мы положим A.init и A, поскольку, ну раз там есть init, значит мы можем вызвать A. В грядущей версии, которая сейчас уже проходит этап тестирования, именно 19 версии, простите, 0.1.19, мы планируем реализовать более умную логику нахождения провайцев, а именно проверку на следующий момент. Если мы вдруг нашли в тех файлах, которые нам пришли, в путях к тем файлам, которые у нас есть, суффикс из CIS-пасса, то есть какой-нибудь, допустим, user-lib, Python 3, side-packages, то в этом случае мы работаем с каким-то, скорее всего, модулем, который нам потом туда придет. В таком случае мы сможем отсюда определить головной топовый модуль и затем оттуда пойти уже вниз и сразу найти все провайцы, которые там только могут быть. Соответственно, мы их соберем и затем уже будем профильтровывать нашу зависимость через все эти провайцы. Но существует достаточно конкретная проблема, с которой мы столкнулись, которая есть, например, в пакете LLVM, а именно что делать, если нам приходят на вход какие-нибудь а-ля плагины, то есть что-то, что явно не положится в user-lib, Python 3, допустим, side-packages, но при этом они друг друга все равно импортируют. Но в этом же случае нам же тоже нужно как-то определить вот эти самые провайцы, для того чтобы не явно из спека отфильтровывать эти зависимости, а чтобы это сделали за нас. На этот случай у нас вообще-то уже был макрос в пакете LLVM, Python 3 под названием Python 3 Import Path, который раскрывается в переменную окружение LLVM, Python 3 Import Path, и как он работает в Python 3 RecPy. Если вы в спеке определили значение, то в этом случае в Python 3 RecPy оно раскроется в дополнительный путь для поиска провайцев, по которому мы вообще-то тоже пройдем, а затем уже будем смотреть зависимости. Но плюс к этому мы добавили еще макрос addPython 3 Import Path, который работает самодостаточным. Более того, вы можете даже не пользоваться первым макросом, а используйте просто вторую. Он будет брать и добавлять все новые-новые значения, которые вы определите, где нужно искать провайцы, и, соответственно, по ним пойдет дальше. И здесь, на самом деле, мне нужен будет ваш отклик, ваш совет. У нас возник некоторый, ну не то чтобы спор, но рассуждение на тему того, как именно должен определяться Python 3 Import Path и соответствующий второй макрос, поскольку есть два варианта. Первый — давайте указывать абсолютный путь, включая build.ru. С одной стороны, зачем, если мы можем на этапе определения макросов просто подставить build. С другой стороны, а вдруг оно будет, ну скажем, не в build.ru. И, соответственно, как, на ваш взгляд, лучше сделать default, с относительным путем или абсолютным, это вопрос. Ну и, соответственно, мы смогли определить наши провайцы, определили зависимости, профильтровали друг через друга и получили какой-то выхлоп. Ну и остается, соответственно, этап тестирования. Тестирование представляется в следующем виде. Самый простой способ — это просто локально, проходясь через какой-нибудь специально сгенерированный юзер лип в Python 3. Вот это все. Ну и, соответственно, сверение с предыдущими версиями того, как работал Python 3 RigPay. Следующий этап — это мы уже собираем конкретно пакеты. Сначала у себя локально, затем мы собираем какое-нибудь большое-большое задание. И да, если вам вдруг приходят письма о том, что вот ваш пакет там был пересобран в четвертый раз или он упал и не собрался, то это из-за меня, извините. И мне даже приходили фидбэки на этот счет. Ну и самое лакомое и приятное — это когда мы пересобираем без сизифус целиком и смотрим, как изменились зависимости. Во-первых, мы хотим понять, все ли пакеты теперь пересобираются, а во-вторых, не пропали ли какие-то зависимости и не появилось ли новой зависимости по сравнению с последней успешной пересборкой сизифус. Ну и, соответственно, мы все вот это сделали. Мы планируем новую версию, но останавливаться на этом как-то грустненько. У нас есть еще какие-то планы, какие-то амбиции. Во-первых, поскольку мы переписывали код, то мы наткнулись на возможность теперь определять зависимости, которые появляются при использовании импорт-либы. И это как бы можно уже начать делать. То есть это надо просто включить. Потом, а может быть, стоило бы вынести в отдельный модуль Python 3 RigPy и еще один компонент RPM Bill Python 3 под названием Python 3 ProfPy. Ну, я думаю, из названия понятно, что первый — это тот, про который я говорил, это определение зависимости, а второй — нужен для определения провайцев. Ну, и, может быть, пусть они будут реально в отдельном модуле, и мы просто будем его подтягивать, и все. Ну, и этот пункт нас подводит к последнему моменту, а именно использование Python 3 RigPy в реальной жизни. То есть было бы хорошо, если бы мы могли просто брать вот так вот не при сборке, а просто так его использовать. Понимное дело, что мы уже сейчас можем определить с помощью него зависимости, которая есть в программе. Но хотелось бы, чтобы мы могли динамически и удобно получив, возможно, просто путь к одному файлу, который является элементом какого-нибудь сабмодуля или модуля, могли бы сразу определить весь модуль, и, соответственно, какие там будут зависимости, какие там будут провайцы, и что с этим потом делать. Пожалуй, что на этом все. Да, вот у меня комментарии и вопрос. Комментарий такой. Вот ты минут 5-7 говоришь о сложных вещах, у тебя на слайде одно-два слова. Вот мне, честно говоря, не видя кода и не видя спека было вообще ничего непонятно. То есть я понял, что у вас есть затруднения, и вы их решаете. Ну, примерно все. Ну, такой шуточный комментарий, но тем не менее. Это правда. Вот. А вопрос вот какой. Я увидел, что в уголке презентации там можно было двигаться, кажется, в двух измерениях. Это что вообще такое и зачем? Ну, это просто для удобства презентации материала. Ну, получается, по ней можно пройти не одним маршрутом, да? Ну, нет смысла, у нас просто на каждом участке у нас есть смещение в двух измерениях, либо вверх, либо вверх-вниз, лево-право. И, соответственно, на каждом слайде мы можем перемещаться как по оси Y, так и по оси X. Значит, мы посмотрели все слайды. Вот когда мы перемещаемся последовательно, это понятно, когда есть вилки и развилки, не очень понятно. Потопим, ладно. Алексей Шевалин, у меня есть, может быть, некоторые пожелания. Вы спрашивали, как обходиться с переменами, использовать абсолютные пути или относительные. В первую очередь, хотелось бы, наверное, чтобы сохранилась совместимость с предыдущими использованиями, потому что эти макросы, они уже используются, и, если я не ошибаюсь, там используются абсолютные пути. Как бы проблем с разделением на модули поиска зависимости и поиска провайдцев, как бы вообще тут особо и разговаривать, наверное, не о чем. То есть это обыкновенная нормальная практика. В основном все автопоиски зависимости у нас, в общем, так и реализованы. Просто для питона это было все в одном файле реализовано, и профпай, если не ошибаюсь, был просто сим-линком раньше. То есть будет это два отдельных файла или один, но это совсем, наверное, не принципиально зачастую. А то, что вот в реальной жизни использовать, а разве сейчас нельзя вот этому скрипту, там, регпай, в параметрах передать какой-нибудь файл, и он ничего не покажет, ничего не выведет? Нет. Нет, да. Нет, нет, сейчас я объясню. Так, ну тогда я начну, извините, с конца. По поводу питон, перерегпай, да, ему можно передать в качестве либо аргумента командной строки, либо на вход передать просто ему путь к файлам, и он, естественно, все это выдаст. Но хотелось бы, во-первых, его конкретно доработать. Ну, в частности, так, что когда нам приходит на хапку файлов, мы обрабатываем их последовательно. А можем и не последовательно. Это раз. А два, то, о чем я говорил, то, что хотелось бы, чтобы нам пришел один путь к одному файлу, а мы из этого пути смогли бы определить головной модуль и, соответственно, какие там будут зависимости. Ну, то есть определить провайд, и потом уже зависимость для этого конкретного файла. И вообще-то мы это можем сделать, поскольку у нас есть переменная окружения RPM Python 3 Import Pad, и мы в него можем просто взять и явно добавить топовый модуль. Но это нам нужно проделать еще работу, определив этот топовый модуль. А хорошо бы, если бы сделали замыс. И по поводу Python 3 RecPay и Python 3 ProfPay, это два разных скрипта. Я говорил скорее о том, что, во-первых, хотелось бы их вынести вместе в отдельный модуль, и при этом есть еще такой момент, что в Python 3 RecPay мы берем и сами дополнительно определяем все провайдсы, что, ну, наверное, не очень логично с той точки зрения, что у нас же есть Python 3 ProfPay, который должен определить провайдс, а мы зачем-то делаем это сами в Python 3 RecPay. Ну, не очень хорошо. Маленький комментарий, пока вижу, что нет вопросов. Хорошо бы при переписывании таких вот вспомогательных кусочков RPM Build учитывать возможность их параллелизации, вот, к слову, о непосредственном запуске, вот, ну, просто чтобы не оставить себе обширное поле вспоминаний на будущее, потому что сейчас бывает, что, особенно про Python и пакеты, сам пакет соберется за секунду-две, вот, а вот верстация сборка зависимости будет еще долго относительно. Да, но... Ну, то есть это то место, которое просится на параллельный запуск и, соответственно, чтобы хотя бы два экземпляра себе на ноги не наступали, точнее друг к другу. Да, ну, могу сказать, что рабочая 18-я версия, вернее, 0.1.18 и планируемая 0.1.19 работают быстрее, чем 0.1.19. Спасибо. И у меня еще тоже есть комментарий по поводу тестирования и пересборки на всем СИЗИФе. Возможно, Коша уже рассказывал, что у нас, помимо проекта СИЗИФ, есть еще и сборочница ИКАР, которая как раз и предназначена для таких вот экспериментов, где можно целиком весь СИЗИФ собрать с какими-то новыми инструментами сборочными и все это проверить. Ну, ровно так мы и делаем. Я имел в виду, что мы берем репозиторий и его пересборим. А скажите, вот в Альте есть очень хороший механизм SetVersion для хеширования API в сишних библиотек. Не думали ли такое прикрутить к питону, чтобы на уровне зависимости пакетов отслеживать совместимость API модулей? Можно не делать SetVersion для питона? Не надо, пожалуйста. Почему? Ну, потому что они занимают очень много места в базе опта и с ними тяжело работать. Да, но сначала пакетный менеджер переработать. Вопросы, предложения, опровержения. Тогда поблагодарим докладчика. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...